Привет, красотка! И сегодня... Та-та-ра-та-та-тан-та-тан-тан-тан-тан-тан! Фух! Раз, два, раз, два, три. Проверка звука. Четыре, пять, шесть. Поехали! Вот лучше с пледом или без пледа? Ой, это кардиган. Наверное, лучше с ним как-то поуютнее. Но опять же, на дворе весна. Нет, без него все-таки мне нравится больше. Прости, дружок. Будьте оставить для уюта здесь. А могу убрать вообще. До свидания. Окей. Привет, красотка! И недавно... Привет, красотка! Я... Привет, красотка! В этом видео я... Привет, красотка! Я разучилась говорить свое приветствие. Надо хлебнуть чай. Любимые звуки. Привет, красотка! И в этом видео я хочу поделиться с тобой тем, что я привезла из Таиланда. На самом деле, тема для видео очень нетипичная для меня, потому что я редко, очень редко и очень давно раньше снимала какие-то распаковки, типа, что я купила, там, мой заказ. Но в этот раз мне как-то показалась эта тема очень интересной, потому что это вообще другая страна. Очень интересные вещи, интересные продукты питания. Да, здесь в основном будет что поесть и что на себя намазать. Я попросила у вас проголосовать в своем Инстаграм. Что вам было бы интереснее? Просто пост или там видео и GTV в Инстаграм выставить или целое видео записать. И больше всего проголосовали именно за отдельное видео на Ютуб-канал. Я подумала, почему бы нет. Давненько, на самом деле, на моем канале не было таких вот простых каких-то видео, типа, распаковочки болтологичных. Поэтому давайте начнем. Посмотрите, какая здесь весенняя атмосфера. Мне так нравится, что у меня сейчас творится на фоне. На самом деле, это просто цветы. Но уже так по-весеннему смотрится и так свежо, живенько. Кстати, да, те, кто на меня подписан в Инстаграм, знают, что я была в Таиланде месяц по моему лицу. Не скажешь. Потому что я не очень-то загорела. Но я просто не загорала специально. Поэтому я чуть-чуть покоричневела. Но это так, только за счет утреннего и вечернего солнца. И почему я вообще решила снять такое видео? На самом деле, вот куда мы не ездим, откуда мы что не привозим, Таиланд просто бьет все рекорды. Потому что оттуда не привезти ничего просто невозможно. И это прям такие уникальные действительно продукты, что мы просто чемоданы отдельные покупаем для них и запихиваем побольше себе домой. Я вместе с вами буду все здесь пробовать, потому что здесь, как я уже сказала, немало еды. Давайте начинать. И начну я, наверное, с самой главной находки прошлого года. Потому что мы были год назад в Таиланде и откопали вот этот продукт под названием сушеный манго. Любили с него просто до глубины сердца и души. Ну вы поняли, очень сильно полюбили мы этот продукт. Привезли всем. И все у нас попросили в этот раз снова им привезти. На самом деле, сушеных манго и вот таких вот упаковочек, такого продукта в Таиланде, да и вообще везде много. Но именно этот производитель добавляет 4% сахара в свой состав. То есть мы его даже не чувствуем на самом деле. Мне кажется, это просто для того, чтобы манго мог нормально храниться. То есть это своего рода консервация, можно так сказать. Потому что в основном в составе 15% сахара, 20% сахара, а то и 30%, самое меньшее, что мы встречали, это 10% и вот 4%. 4% сахара. 95% это банан. Ой, банан, какой банан. Добрый день. Почему я сказала банан? Манго, конечно же. Я вместе с вами открою сейчас. Сами плоды манго, кстати, мы в том году привозили. В этот раз решили не привозить. Даже не знаю почему. Может, потому что мы их там объелись. И привозить буквально нам там на пару дней, ну как-то не имеет смысла. Еще не факт, что они точно сохранятся. Хотя, когда мы летели в самолете, мы видели очень много русских, которые брали с собой вот прям такие корзины. И там просто все утыкано. Манго, манго, манго. Я не знаю, может они это хотят продавать. Может быть, везут всей своей семье. Мы в Таиланде его ели, рассасывали просто как конфетка к чаю, например. Или просто в течение дня как перекус. Берешь вот такой вот слайс. То есть это примерно четвертинка манго. И из него выпарена вся вода. И вот именно этот производитель, я не знаю, запомните. Если вы поедете в Таиланд или у вас друзья поедут, вы обязательно им закажете. Они будут, конечно, очень рады такой просьбе. Прям вот чувствуются его прожилки, как у настоящего манго. Короче говоря, тут прямо отборный манго взятого, серьезно. Мы, кстати, для себя поняли, что манго вкуснее всего, когда оно чуть-чуть все-таки с кислинкой. Потому что, когда оно приторно-сладкое, его невозможно есть. У тебя действительно просто все там рецепторы зашкаливают. Было очень выгодно предложение от этого производителя взять 6 таких и еще получить 6 бесплатно. И в итоге мы вот таких вот больших паков набрали очень много. Не отходя далеко от темы манго, посмотрите, какая красота. Кстати, именно так удобно нарезать манго. Мы очень много раз видели на пляже, когда чаще всего это именно русские делали. Они разрезали манго и пытались из него как-то из кожуры выскребать плод сам, да? То есть мякоть. А на самом деле самый простой способ это вот так вот порезать на сеточку, так сказать, и вывернуть манго наизнанку. И тогда он вот так вот красиво перед вами предстанет, и вам будет очень удобно есть. В общем, это мыло. И таковых штук в Таиланде очень много. На каждом шагу продается всякое такое фруктовое мыло. И что меня больше всего порадовало, это состав. Это натуральный состав. И первое место в составе занимает манго. Понимаете, вы когда мылите руки этим мылом, у вас прям вот эти вот прожилки попадаются. То есть действительно здесь манго в составе. Еще, конечно, кокосовое масло, еще какое-то масло. Но очень классный, мне кажется, подарок привезти кому-нибудь из друзей или из родственников. И мы накупили очень много самых разных. Я показала, как по мне, самое красивое. Идем дальше немножечко. Пройдемся по медицине. На самом деле, тайская фармацевтика и тайская косметика, как и азиатская косметика вся, считается очень такой сильной. То есть у них очень натуральные составы, почти все на травах. Но очень эффективные средства. Универсальная такая вещь, которая, мне кажется, в каждом доме есть. Не это в каждом доме есть, а такое похожее средство только для наших русских. Это звездочка. От головной боли, когда нос не дышит, все время мажут звездочкой. У нас все ведь знают, да, что такое звездочка. Так вот, альтернатива нашей российской звездочке, это вот такая зеленая мать. Она прямо так и называется, зеленая мать Таиланда. Вот, ну, не ошибетесь, если будете искать. Здесь просто три в упаковке, потому что это было дешевле. Суть в том, что в том году мы привезли такую мать маме Дениса. И в этот раз, когда мы отправлялись снова в Таиланд, они прямо сказали, 100% надо купить еще им несколько банок, потому что она безумно эффективно работает. Чаще всего вы понимаете, бабушки мажут себе там спину, голову, шею. Очень такой приятный у нее ментоловый запах. Дожили на моем канале, говорим о фармацевтических каких-то средствах. Вообще, вы знаете, что я против таблеток как таковых, против просто снятия симптома, когда причина не найдена. И я лично таблетками, какими-то против грибовыми, орвишными средствами не пользуюсь уже года три, наверное. Мне намного приятнее что-то принимать натуральное, а не впихивать себе таблетку в состав, который ты вообще не знаешь. В общем, следующая вещь, которая с потрясающим составом, и очень, кстати, дешевая. Она продается в любом там супермаркете в Таиланде. Это такие рассасывалки от боли в горле, от першения. По совету своей подруги, в том году я покупала пару пачек таких домой. И вот буквально за год у меня один раз было такое, что першило горло. Я буквально рассасала две штуки, не доводя до состояния, когда уже очень сильно болит горло, и там уже вообще ничего не помогает. И горло у меня прошло. Стоят они в переводе на рубли где-то 30 рублей или 40, и много достаточно внутри продукта. Без сахара, кстати говоря. Ну и раз мы заговорили про сахар, то, конечно же, я не уеду без вот этой пачки ксилитоловых жвачек, которые очень дешевые. Они стоят там 11 бат, это 22 рубля. И это жвачки без сахара, жвачки с ксилитом, вы знаете, что такое ксилит. Да ведь? После еды, в течение дня, когда вы чувствуете, не дай бог, вы чувствуете, что у вас образовывается какая-то пленочка на зубах, это уже не очень хороший знак. Это налет, это уже бактерии строят шалаши на ваших зубах. Поэтому всегда, вообще всегда в течение дня зубы должны быть гладкими. Аксилит в составе жвачки еще и помогает бороться с бактериями. В упаковочке зато 8 штук, а не 10, как мы привыкли у нас в российских или не российских, но привычных нам жвачках. Идем далее. И здесь у нас начинается тема красоты, как я уже говорила. Косметика в Таиланде очень хорошего качества, но знаете что? Она там не дешевая, вообще ничуть. Когда я читала всякие статьи, типа, что привезти с собой из Таиланда, что обязательно нужно купить в Таиланде, но эти статьи были 2015 года. Наверное, в то время там действительно еще все было дешевле. Такие вот маски продаются за 60-70 рублей. В принципе, у нас в России продаются за такую же стоимость тканевые маски. Но даже несмотря на это, я привезла целую стопку самых разных тайских масок. Огуречных, томатных, яичных, муциновых, короче, самых разных масок, потому что просто почувствовала, что, ну блин, я в Таиланде. Надо привезти отсюда побольше азиатских масок. Я не буду на себя сейчас наносить маску, я надеюсь, вы поймете, потому что у меня есть макияж и как бы не хочется его особо портить. Переходим дальше, и это снова еда. Это находка еще прошлого года, это водоросли. Очень распространенная тема в Таиланде. В составе просто ламинария, то есть, ну, состав водорослей и максимум могу добавить соль. Вот такая вот упаковочка на молнии, на зипе. И внутри мы видим 8 вот таких слайсов. Вот такая вот пластиночка. И посмотрите, какой довольный мальчик на обложке. Он ест ее вот так вот. Вот так вот. Я вообще наняла время полезного контента. Это нереально вкусно. Вот это те самые водоросли, которые заворачивают роллы. Это очень вкусно. Это можно есть бесконечно. Просто поела. Классная упаковка, что можно закрыть, потому что, когда попадает в них влага постоянно, они размокают. Но на самом деле, эта пачка долгая у нас не задерживает. Мы привезли таких штук 40. Здесь у меня здесь кутик рошек, да, конечно же, будет. Есть на камеру это такое дело, приятное, но с последствиями. И не отходя далеко от темы, я покажу еще 2 нереально вкусные штуки. Это уже находка этого года. И на самом деле, такие грустящие водоросли можно встретить не в каждом магазине. То есть, вот те водоросли просто повсеместно, везде вообще. Вот эти мы нашли только в одном магазине. И это самое вкусное, что только я, мне кажется, ела за этот месяц в Таиланде. Они на самом деле очень объемные. И сколько мы могли позволить себе взять, мы взяли. Это тоже упаковка на зипе. Ааа, какой запах. Во-первых, здесь не просто водоросли. Здесь такой бутерброд в зеленой пачке. Белый кунжут, черный и какой-то орех. Рис. Воздушный рис, наверное. А в синей пачке, помимо кунжута, есть еще миндаль. Понимаете, это очень вкусно. Вот такой контейнер. И сами водоросли здесь на самом деле не соленые. Ну, не очень соленые. Все, видео можно заканчивать. У нас в Таиланде было на самом деле всего два основных приема пищи. Это завтрак и обеда-ужин, можно сказать. И между завтраком и обеда-ужином мы перекусывали что-нибудь. Либо фрукты, либо греческий йогурт, либо вот такую штуку. Пять пачек в день. Давайте о чем-нибудь несъедобном теперь переключимся на уход снова. И эта вещь, которую тоже привезти с Таиланда невозможно. Не привезти невозможно. Это кокосовое масло. В том году я привезла с собой банки три. На самом деле не экономила. И у меня еще банка осталась. То есть расход, в принципе, у кокосового масла не очень-то большой. Есть два варианта кокосового масла. Это тот, который мы употребляем в пищу. И на котором лично я уже давно-давно жарю все. Вместо подсолнечного. Оно и в разы полезнее. И добавляет такой интересный вкус. Но к нему надо привыкнуть. Сначала может показаться странно, что яичница, например, имеет сладковатый вкус. Но в этот раз я нашла другую баночку. Очень, как по мне, удобную. Это баночка спрей. То есть не нужно масло выскребать. Не пытаться к нему проникнуть вилкой, палочкой, чем-то еще. Выдавливать его не нужно. Потому что у масла кокосового есть такая интересная особенность. При температуре, например, сейчас здесь может быть 21-22 градуса, я снимаю на студии. Оно уже твердое. То есть оно приобретает белый цвет. И оно твердое. Оно не жидкое. И если его подержать, например, под горячей водой, то оно расплавится. Очень удобно такое масло-спрей наносить на кожу после душа. И чтобы сэкономить время, пока я нахожусь в душе, пока на меня льется горячая, ну, достаточно горячая вода, все равно температура воздуха повышается, и масло как раз немножечко разогревается. Становится жидким, и его удобно в виде спрея вот так нанести на кожу. Точно так же во время готовки. Просто пшик-пшик на сковородку, и готовишь себе на здоровье. Точно такое же кокосовое масло, только вот в таком прессованном, миниатюрном варианте. Это для губ. Носишь, чтобы я такую маленькую штучку. Очень быстро открыл, и губы у тебя увлажнены. Единственное, что мне не нравится, здесь что-то в составе еще есть какой-то, то ли ароматизатор, то ли что-то еще. Оставили бы просто кокосовое масло, было бы замечательно. Потому что пахнет прямо чем-то ненатуральным. А, я посмотрела в состав. Тут есть только кунжутное масло и витамин Е. Все. Ну и помимо кокосового масла. Представляете? А что тогда так химозно пахнет? Так интересно, что может пахнуть химозно, а внутри натуральный состав. Может быть это кунжутное масло так пахнет? Ладно, девочки, берут свои слова обратно. Натуральный состав, окей. Мы близимся на самом деле к завершению. Осталось всего три продукта. Один из которых вот такой ингалятор для носа. Я о нем знаю уже очень давно. Но это то же самое, как наша звездочка в стике, в которой можно делать ингаляцию для носа, когда у вас заложен нос. Кто-то просто так вот на постоянной основе делает. Ему просто нравится вот этот запах. В общем, это такая дыхалка, знаменитая дыхалка из Таиланда. Она так и называется. Опять же, здесь просто сильнее состав. Ментол, масло перечной мяты и эвхалиптовое масло. Ну, вы понимаете, какое это просто. Умопопрочительный запах. Просто через нос вдыхаешь, через нос вдыхаешь или через рот вдыхаешь, как хочешь. Но единственное отличие, единственное и очень такое сильное отличие от нашей звездочки. Его нельзя вдыхать очень резко. То есть, звездочка у нас, видимо, не очень такая ядерная, что ли. Когда я брала наш отечественный ингалятор звездочкой, я могла прямо зажимать одну ноздрю, а вторую ноздрю резко вдыхать. Мне прям это так нравилось. То есть, меня пробивало очень сильно и эффективно это было очень. Продирало, но не так, что там, не знаю, огонь из носа пылает. И год назад, когда я была беременна, и у меня начался насморк, то ли я начала заболевать, беременным вообще ничего нельзя, там, капать особо сосудосужающего, потому что это сразу влияет на матку, на сосуды, на матки, на малыша. И, короче говоря, единственное, что советуют беременным, это не болеть первое. Второе, промывать солевыми всякими растворами максимум и дышать вот такими ингаляторами. И я взяла вот этот ингалятор, не зная того, насколько он ядерный. И также, как со звездочкой, сделала вот так. Это было, я вот как сейчас помню, на ночь, мы просто с Денисом лежим, разговариваем. Я делаю эту ингаляцию и такая резко вдохнула. И такая, ого, как сильно-то. Начала дышать. Дышу и понимаю, что у меня просто, я обожгла себе слизистую. Я просто обожгла себе все, мне кажется. То есть у меня сразу же пошли слезы, пошли сопли. Я начала все это отхаркивать. У меня вместе со слюнями, по-моему, выходил огонь просто. Я реально кашляла, наверное, просто час. Я уже начала даже переживать, все ли с малышом нормально. Это был такой ядерный взрыв в моей голове, что я запомнила раз и навсегда, что ни в коем случае вот такую штуку вдыхать в себя резко нельзя. Следующая вещь, это тоже открытие этой поездки. Это кокосовое молоко. Вот именно такой фирмы, девочки, запомните. Я пробовала кокосовое молоко, разумеется, у нас в России. Я пила на кокосовом молоке кофе. Просто пыталась кокосовое молоко полюбить, есть с ним гранолу или что-то еще. Нет, это не сравнится. Я не знаю, что это такое, но это состав 100% кокосовое молоко. Но это вот то самое жирное молочко кокоса, белой мякоти кокоса. Ну просто невероятно вкусное. Это просто какой-то десерт. Вообще случайный случай, что я наткнулась на такую бутылочку, потому что я пошла в местный магазин просто за маслом. За кокосовым маслом, чтобы на нем жарить что-нибудь. В разделе с растительным маслом, каким-то оливковым маслом была вот эта бутылочка. И нарисован кокос. Все по-тайски написано. Сзади я не прочитала, что написано, как она от Милк. Я думала просто, что это кокосовое масло. Еще вот так вот делаю, оно такое, знаете, густоватое. Ну то есть не просто как молоко, не как вода, а такое вот что-то жирноватое, густоватое. Мама открывает, значит, выливает немножечко на столовую ложку, понимает, что что-то белое. Думает, ладно, может это масло, оно растопилось и стало не прозрачным, а белым. Решила попробовать, позвала меня и сказала, Саша, попробуй это. Я попробовала и это просто взрыв мозга. Это настолько вкусно. Мы стали, в общем, добавлять его в гречневую кашу. И можно добавлять его, разумеется, в любую кашу. Там в геркулесовую кашу, в кукурузную кашу, в пшеничную кашу. Самое, что классное, я всегда, все детство, всю жизнь свою любила гречку с молоком. Да и вообще все каши на молоке. Но, например, ту же самую гречку не рекомендуют есть с молоком, потому что железо, содержащее в гречке, не усвоится из-за кальция, содержащего в молоке, коровьем молоке. Но мне всегда нравился именно этот молочный вкус с кашей. И получается, можно сейчас добавлять кокосовое молоко. Это невероятно вкусно. Мы взяли таких бутылок 6, наверное. И я обязательно буду искать, где можно их заказывать. Ну и последний продукт, но не по значению, привезенный из Таиланда, это такие дезодоранты, которые называются в народе просто кристалл. Но по-научному они называются алюминиевые квасцы. Не буду вдаваться в подробности в ряда дезодорантов. Вы все можете прекрасно почитать в интернете и сами лично убедиться. Но это такая здоровая органическая альтернатива дезодоранту. Это действительно выглядит как кристалл. Он такой полупрозрачный. Это минералы, и они залегают в горно-вулканических породах по всему миру. Алюминиевые квасцы достаточно серьезный антисептик и антибактериальное средство. Вы продолжаете потеть, но не так интенсивно. Какие мы обсуждаем темы на моем канале. И ваш пот под действием квасцов перестает пахнуть. Ведь пахнет не столько сам пот, сколько продукты жизнедеятельности бактерий, которые в нем размножаются, кстати. Мне когда Денис об этом факте рассказал, я такая, что... То есть сам по себе пот, он вообще без запаха. А именно уже бактерии, которые начинают там что-то делать в поту, вот они уже и пахнут. Но в отличие от обычного дезодоранта, который, конечно, удобнее в применении, вы просто сразу же им что-то там наносите и идете гулять, его нужно перед этим намочить. Просто в воде намочить и наносить. Потому что так по себе он просто сухой, то есть из него ничего там не выделяется, никакая жидкость, ничего. Он работает именно при контакте с водой. И еще огромный его плюс в том, что он никогда не кончается. То есть вы можете видеть, что просто его хватит на всю жизнь, мне кажется. Их прямо все заказывают постоянно из Таиланда. Но чаще всего уже такое взрослое поколение, там мамы наши или бабушки. Девочки, я же вам сказала, что уже все, но нет. У меня на пол упала пачка с кокосовыми чипсами. Вы запомнили, как много всего кокосового можно привезти из Таиланда? Ну, это действительно так. А что там постоянно пьют кокосовую воду в самих кокосах? И вообще много как использует сам кокос. В нем можно подавать блюдо, в нем можно подавать какой-то напиток. Из кокосов делают пепельницы, самые разные чашки, ложки, хоть как вообще. Короче говоря, с кокосом можно много как экспериментировать. А это кокосовые чипсы. То есть именно вот эту белую мякоть. Высушили, можно сказать. То есть извлекли из нее всю влагу. И остались вот такие чипсы. Они очень вкусные, очень хрустящие. Единственное, что при открытии упаковки они размокают немного при влажности. Особенно в Таиланде такая влажность, что все наши крекеры, привезенные для Евы, там какое-то сухое печенье, оно просто размякало в первые два дня. Все, теперь точно подошли к концу. Такое вот у меня получилось видео. Чаек закончился. Девочки, я в самом начале забыла сказать, что я хочу среди вас разыграть пакетик из Таиланда, где будет, ну, почти все, что я сегодня вам показала. И чтобы попытать свою удачу, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм, подписывайтесь на мой канал. И напишите в комментариях под этим видео, в какую страну вы хотели бы поехать больше всего. И напишите обязательно почему. Также оставьте свой ник инстаграма, чтобы я с вами могла связаться в случае, если именно вы победите. Ну что, я очень надеюсь, что видео вам понравилось. Такое болтологичное, простое. Мне кажется, иногда нужно выпускать такие видосики. Напишите свое мнение также в комментариях. И, конечно же, улыбайтесь чаще. И пока что можете посмотреть мое предыдущее видео. А если его смотрели, то можете посмотреть вот это видео. Скоро увидимся и пока. Субтитры сделал DimaTorzok